Всем привет! Я Алиса Че и вы на канале Че Гейн. И сегодня я буду проверять ваши лайфхаки в Мега Ворлд. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. Погнали! Лайфхак от Анастасия Левченко. Алиса в Мега Ворлд в локации с метро. В конце наверху есть балкон. И на этом балконе есть зеленая лежанка для животных. Ну что ж, поехали тогда проверять. Метро, метро, вот оно. Теперь нужно найти балкон. Так, это сложно. Кажется, я его нашла, посмотрите. Достаем, и тут реально есть лежанка. Но животных пока что нет. Что же там еще стоит? Горшочек. Классно, там реально целый балкон, и там лежанка есть. Интересно, можно ли ее как-нибудь использовать. Также здесь есть бабл-ти. Ну и все, больше никаких интересных балконов тут нету. А жаль. Лайфхак от Ор Мимими. В бесплатной локации в холодильнике дома есть Киткат. Ну, поехали проверим, реально ли есть Киткат там. Вот этот дом, поехали туда. Здесь мы еще проверяли лайфхаки из прошлого видео. Смотрите, какая занавесочка. Если вы еще не видели, то обязательно посмотрите. Ну, а нам нужен холодильник. Вот он, посмотрите, фиолетовый. Очень необычно. Давайте попробуем его открыть и поискать Киткат. Я сразу вижу тут Кока-Колу. Также разные овощи, фрукты, молоко. Ага, кажется, я вижу. Вот Киткат. Реально похоже. Давайте попробуем открыть. Вот такая вот палочка. Попробуем. Мне кажется, вкусно. Еще печеньки. Но остальные продукты я как-то не узнаю. Да и я их съела уже. В остальных ящиках вроде бы тоже ничего больше нету. Ну что ж, лайфхак рабочий. Мне кажется, это реально похоже на Киткат. Поехали проверять следующий. Лайфхак от Евгения Корчагина. Алиса, привет. Это не совсем лайфхак, но проверь, пожалуйста. Зайди в Минги в квартиру, в которую ты заходила в первом видео. Там есть лестничная площадка, где еще ящик почтовый. Там есть лестница и балкон в правом верхнем углу. Так вот, персонаж может подниматься по лестнице и забираться на тот балкон. Мы как раз в той же квартире, в которой мы были. Давайте возьмем какого-нибудь персонажа. Вот. Это девочка, за которую мы играли. Давайте возьмем ее. Ну и попробуем сюда забраться. В Токи по лестницам подниматься, как я помню, нельзя. А в Миге? А вот в Миге можно, посмотрите. Вот эта максимальная ступенька, дальше нельзя. На эту лестницу можно. А вот на эту черную, примерно такая же есть в Токи, кстати. Вот по этой именно подниматься нельзя, но на балкончике можно совершенно спокойно стоять. Тут еще есть интересная милая удочка, посмотрите. А также почта с молоком. Тут стоят ботиночки, можно их поменять. Поставим сюда кошку. Лайфхак рабочий, классно. Можно проверять следующий. Лайфхак от Вусенька. Кстати, если нажать на улей, там где каменный век или что-то в этом роде, то из улья выпадет мед. Так, я помню, где был каменный век. Мы его покупаем, так что давайте проверим. Едем вот на этот остров. Мне кажется, он самый клевый. Он у меня куплен полностью. И давайте искать, где же был каменный век. Вроде бы вот здесь. Тут есть дерево, где можно совершенно спокойно жить. И где-то здесь еще каменный век есть. Вот в этой стране, конечно, не каменный век, но тоже что-то доисторическое. Посмотрите, водопадик, викинги. Классно. Тум, тум, ой. О, тихо. Вот такой у нас викинг. Тан-тан-тан-тан. Едем на следующую сторону. Поехали на вот такой вот колясочке. Ну нет, она едет как-то слишком медленно. Мы приехали. Тут есть куколка. Отлично. А вот и улей. Кстати, пчелы вот так летают. Классно. Давайте нажимаем на улей. И выпадает мед. Ничего себе. Давайте его попробуем съесть. Интересно, какое максимальное количество меда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мед могут съесть только семь человек. Также здесь есть подарочек. Ну и в принципе все очень классно. Мне нравится. Вроде бы здесь лайфхак мы проверили. Больше меда улей нам не дает. Пчелы, идите быстро делать мне еще мед. Интересно, если его съесть, он опять появится? Да, он опять появляется, когда его съедаешь. Поехали смотреть следующий лайфхак. Лайфхак от Аделина Мукменова. Алиса, можно просто положить персонажа на диван в квартире. Надо взять на свалке спальный мешок, раскрыть, положить туда персонажа. И это все положить на диван. Мы едем на свалку за спальным мешком. Мы на свалке. Осталось найти спальный мешок. Потому что тут очень много разного барахла. Мне кажется, что вот это похоже на спальный мешок. Да, это он. Давайте мы его возьмем и поедем в нашу квартиру бесплатную. Это должно работать там. Мы приехали. Давайте отдадим кому-нибудь спальный мешок. Кто в нем сегодня будет спать? Ну, давай вот ты. Мы его тогда поместили. Отлично. И как его теперь? О, все, взяла. Супер. У-у-у, летающая тарелка. Либо же гусеница. Представляете, если бы мы вот так вот путешествовали, летали бы на таких вот специальных мешках. Что ж, давайте попробуем положить на диванчик. Супер классно! Можно реально его положить. А если без мешка, то он будет просто сидеть. Ну и на кровать, соответственно, так же. Только почему-то очень сложно взять его именно в мешке. Ну и вот так вот он спит в обычном своем положении, не в мешке. Кстати, мне кажется, что это односпальная кровать. Да, вдвоем спать здесь нельзя. А если положить в мешок, то можно. Правда, не знаю, удобно ли им или нет. Зато меньше места занимают. Это классно. Кстати, я думала, что этот диван разворачивается, как в токе. Но нет, на нем можно просто сидеть. Либо же воспользоваться этим лайфхаком. Давайте проверять следующий. Лайфхак от Саши Боровая. Там кота можно феном распушить и потом причесать. Чтобы проверить это, нам нужен код, фен. И для этого мы отправляемся в парикмахерскую. А где же у нас код? Поехали с ним. Вот, парикмахерская. Там должен быть фен и расческа. Берем и отправляемся на наши процедуры. Код, садитесь. Помоем вас сначала, чтобы вы были чистенький. Не вариант, туда можно положить, кстати. Супер. Вытрем теперь вас. Ну и давайте же проверять лайфхак. Возьмем вот такой вот огромный фен. Вы видите, какой он большой? Да, посмотрите, реально. О, распушился. Супер. У нас теперь еще огромный пушистый кот. И если меня посушить, что будет? У меня волосы просто трясутся. Они не распушаются. Ну а теперь нам нужна расческа. Берем и расчесываем его нашей расческой. О, вау! Все, он у нас снова причесанный, красивый. Знаете что? Давайте попробуем волосы ему завить. У меня они очень странно завелись. Ну вот так нормально. А у кота ничего не работает, к сожалению. Знаете, что мне очень интересно? Что будет, если поменять ему вот здесь прическу? Давайте попробуем. Нет, к сожалению, нельзя. А если здесь, кладем его сюда, туда нельзя его положить, обидно. Только девочку. Как так можно? Здесь, кстати, есть еще одна расческа. Ей можно причесать кота. Ну а вообще то, что написала девочка, реально рабочие лайфхаки. Так что ставлю лайк. Лайфхак от Рида Ершова. Алиса, в этой игре у персонажа снимается борода. Ну, чтобы это проверить, нам нужен какой-нибудь бородатый персонаж. Для начала мы должны его найти. Ну вот, первый, второй, ну и третий. Три бородатых персонажа. Давайте попробуем. Первый наш гость. И у него реально она снимается. Ее можно прикрепить даже мне. Интересно, покрасится ли она здесь? Борода, к сожалению, не красится. А волосы, да. Вот такая у него теперь прическа. Навряд ли викинги так ходили, конечно. Ну ладно. Следующий участник. И посмотрим. Да, борода снимается. Еще одна борода у нас снята. Ну и последняя. Я вообще сомневаюсь, что она у него снимется. Нет, а у него она не снимается. Так что не все бороды снимаются в Миги Ворлд. А вот эти две, да, классно. Можно и вообще бороды поменять. Кому как больше идет. Лайк, как от Вики Галыгиной. Алиса, на свалке есть факел, и можно зажигать свечи. Поехали на свалку искать факел и искать свечи. Я уже на свалке. Нам нужно найти факел и свечки. Факел я нашла. Вот он. Зажигается. Посмотрите какой. Теперь нужны свечки. Вот тут стоят какие-то две. Давайте попробуем сначала зажечь их. Да, зажглись! Если на них нажать, то они тоже сами зажгутся. Ну, мне кажется, факел им прикольнее. Давайте возьмем этот факел с собой. И попробуем зажечь им еще свечки. Я точно помню, где они есть. Мы опять здесь. У нас раскидана вся косметика. Да еще и на этот раз мы с факелом. Такие свечки тут есть. Попробуем их зажечь. Супер, зажглись! Ну, вообще, мне нравится. Лайфхак просто супер. А главное, что он рабочий. Давайте проверять следующий. Лайфхак от Ольги Королевой. Как получить все локации в Миге? Зайди в магазин в правом верхнем углу, нажми на кнопку купить, локацию. У тебя появится, где надо вводить год рождения, но ты в виде код 1988. И у тебя будет написано go. Ты туда нажми, и у тебя будут все локации. Хорошо. Мне, конечно, слабо верится в это, но давайте все-таки это проверим. Нажимаем вот на эту тележку. Магазин. И теперь давайте попробуем что-нибудь купить. Ну, допустим, этот вот остров. Тысяча девятьсот восемьдесят восьмой. Нет, ребята, просто появляется, что мы можем купить этот остров. Но локации, мне кажется, не разблокировались. Давайте все-таки проверим. Нет, ребята, лайфхак не рабочий. Ну, на самом деле, я это ожидала. Думаю, чтобы получить эти локации, нужно просто их купить. Вот вам замечательный лайфхак. Ну, а если вам понравилось это видео, то обязательно жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами была Алиса Чем. Всем пока-пока.